К нашему эфиру присоединяется Кирилл Сазонов, военнослужащий, ВСУ, журналист, политолог. Кирилл, приветствуем вас. Здравствуйте. Рад вас видеть. Рад вас видеть. Здравствуйте. Итак, Курское направление. Ну, добавилась еще к сложной ситуации еще и погода. В своем телеграмме вы писали, что очень сложно. Россияне наступают, украинские защитники заметно уменьшают их численность. Что сейчас происходит в Курской области? Какие самые горячие участки? Где тяжелее всего? Вы правы, погода действительно испортилась. Стало холодно, сыро, был снег, был дождь мелкий, достаточно промосло. И это, с другой стороны, очень плохо, потому что очень сложно передвигаться по полевым дорогам. Асфальтовых мало, много дронов, много работает арта, поэтому мы старались перемещаться по полевым дорогам в основном. Но сейчас станет рязно опять, и на них по ним не проедешь даже джипом, поэтому... Но это и для нас, и для противника сложность. Ситуация достаточно жесткая, достаточно активные боевые действия идут, в принципе, везде. Тут нет тихих мест. И, условно говоря, там за день ситуация может измениться трижды. Когда мы там написали, Кирилл, а правда ли, что вас окружают? Я говорю, да блин, это правда, здесь каждый день тебя трижды пытаются окружить, ты фактически в окружении, и трижды ты окружаешь противника, пробуешь его отрезать. То есть очень динамично меняется ситуация, нет какой-то такой линии обороны сплошной. Кто-то продвигается, кто-то меняет позиции. То есть ситуация очень динамичная, приходится постоянно реагировать. Именно поэтому вот как раз это касается тема северокорейского пополнения армии России, касается как раз нашей 41-й бригады, потому что мы под суджей, и мы воюем чаще всего, сталкиваемся именно с 810-й бригадой морской пехоты российской, которую усиливает северокорейскими военными. И я не представляю, как они будут согласовывать свои действия в условиях постоянно меняющейся обстановки, в условиях того, что ни для кого не секрет, что они слушают наши рации, переговоры, мы слушаем их, поэтому намеки, постоянные смены названий, шифры для передачи координат, все придумывается на ходу, быстро обмениваемся. Как это делать с людьми, которые носители другого языка, тем более по такой погоде непривычный инклимат и рельеф. Поэтому пока мы их не видели на нуле, неофициальная информация есть, что они дальше второй линии их не пропускают, они там находятся. И опять-таки, по неофициальной информации, наша арта на крыло их располагу, и там больше 40 человек отминусовали. Но опять-таки, информация неофициальная, пока это на уровне солдатского радио. Нас с языка сняли вопросу, прилету по северокорейцам. Вы знаете, есть информация, что бойцы 810-й бригады, десантника, которая в Севастополе базируется, откупаются от Курска, от Курской области. И я так понимаю, что их заменяют северокорейцами. А вот речь северокорейскую в рации уже приходилось слышать. Есть, уже есть. Кроме того, что некие прилеты по расположению северокорейцев. Что еще можете об этом поводу сказать? То есть, пока на линии соприкосновения не приходилось сталкиваться, да? Не приходилось. В плен никто из них не попадал. Видели ролики от их имени, якобы, в соцсетях. Но там тоже смешно, потому что люди на китайском рассказывают, что они из Северной Кореи. У нас есть разные люди с разным образованием, которые понимают языки. Так что там очень много тумана. Что касается 810-й морской пехоты из Крыма. Они на той неделе очень борзо пытались штурмовать наши позиции. Техники вышли, там развернулись просто страшно. Но прилетел один Хаймарс, и от них ничего не осталось. От всей группы, которая шла на штурм, осталось просто поле. Хаймарс, он не град, он работает очень кучно. Поэтому сейчас 810-я понесла приличные потери. Их не зря усиливают этими вот киммерсенами. Но пока, я не представляю, как в условиях боевого слаживания, как они могут работать с другими подразделениями. То есть их можно использовать отдельно на позициях поставить. И держать эти позиции ни назад, ни вперед, ни влево, ни вправо, стреляя во все, что шевелится по такому принципу. Их можно использовать, наверное, как отдельную группу. Взять всех и отправить на штурм. Но, как показывает Хаймарс, которому все равно, ходить большой группой на штурм, это плохая примета. Разбавить ими действующие боевые порядки, мне кажется, что это будет бардак и непонимание. Но через переводчика орать в рацию, еще так, чтобы мы не понимали, что происходит. Но это какой-то сюрреализм. Поэтому то, что они приобретают боевой опыт, наконец увидят, как работает дрон, увидят, как работают арта и капы в современной войне. Их выведа очевидна. Что получит от них российская армия, я не вижу пока. Ну, хотелось бы с вами еще поговорить по поводу нулевой, как выразился Владимир Зеленский, реакции наших союзников на действия Северной Кореи. Вот, Кирилл, не кажется ли вам, что сейчас самое время показательно жахнуть чем-то дальнобойным по располаге северокорейцев? Знаете, таким дальнобойным Made in USA или Great Britain показательно на упореждение. Вот именно такой должна быть реакция, чтобы двух зайцев убить и по территории России, и по Путину, и по Ким Чен Ину. Безусловно, я с вами полностью согласен. Когда появились действительно подтвержденные информации, когда уже Лой Тостин и представители НАТО признали, что армия Северной Кореи здесь, уже там глава офиса президента Андрей Ермак прямо обратился. Кирилл Сазонов с нами на связи. Сейчас возникли некоторые проблемы с этой самой связью. Военнослужащий в ИСУ, журналист, политолог. Мы говорим о ситуации в Курской области. Кирилл, как вы нас слышите? Я вас слышу, у нас тут перебои небольшие. Мы все прекрасно понимаем, закончите мысль. Когда все это началось, когда обнаружили, тогда Ермак, в принципе, этот вопрос поднял, что, ребята, ну мы воюем не с Россией, мы воюем цивилизованный западный мир, воюет на территории Украины против союза диктаторов России, Северной Кореи, Ирана. То есть, ну и Северная Корея, и Иран, они прямо говорят, что мы воюем с Западом. Так давайте участвуйте. Почему воюет только Украина? Давайте разрешение, давайте дальнобойное оружие. Оно нам очень нужно. Бить не столько по располаге этих самых пришельцев с Корейского полуострова, сколько по складам с каблами, по складам с ракетами, по авиабазам, потому что Россия копит ракеты, чтобы зимой бить по полной программе. И то, что наши энергетики действительно подготовились к зиме и говорят, что мы эту зиму пройдем отлично, генерация работает, атомные станции работают, все привели в чувство, но всегда мы понимаем, что, возможно, жесткие прилеты, которые умножают на ноль все усилия энергетиков. Вот что важно. И поэтому, да, нам нужно носить опереждающие удары по их авиабазам. И для этого нам очень нужно разрешение. Но мы видим, что разрешения этого не было, нет. Возможно, есть какие-то соглашения, какие-то красные линии в голове или красные линии на неформальных соглашениях наших партнеров. Честно говоря, от администрации Байдена таких разрешений уже и не ждут до выборов, до нового президента США, потому что они свою нерешительность показали. Ну а нам урок впредь, что союзники это хорошо, декларации каких-то демократических ценностей, международного права, это все хорошо, но это не работает, если ты слабый. Поэтому нам нужна своя военная промышленность, свое производство ракет, свое производство баллистики, дронов, взрывчатки, снарядов, чтобы ни у кого не спрашивать. Для этого нужна работающая экономика, прекрасная, удобная для людей дологовая законодательство, низкие тарифы на Укрзалезницу и бесперебойное энергоснабжение наших предприятий. Мы, военные, можем опереться только на вас. Все остальные имеют один недостаток – ненадежность. Мы можем рассчитывать только на украинцев. На украинцев, на украинский бизнес, на волонтеров, на тех, кто донатит на какие-то наши потребы. Вот на этих людей, на эти структуры мы рассчитывать можем всегда, а не на нас. Все остальное ненадежно. Мы помним эту зиму, когда нам притормозили даже вытащу снарядов и мин, и в марте уже Зеленский говорил о том, что у нас один снаряд к десяти мы выпускаем и теряем Авдеевку, потому что партнеры оказались ненадежны. Поэтому по-прежнему просим, обращаем их внимание, требуем, показываем на примерах, но на практике рассчитывать можно только на себя. Ну вот на днях главком Сырский заявил, что сейчас украинцы отбивают самое масштабное наступление противника с начала 2022 года. А что можете сказать по Покровскому направлению? Есть какие-то предпосылки, что там возобновят наступление, или для этого им, что называется, нужно выровнять фронт? По Покровскому у меня там много побратимов, и на Селидово, и на Покровске мы списываемся каждый день. Насколько я понимаю обстановку, опять-таки не видя своими глазами, а с их слов, они здорово зацепились до Селидова. И весь кулак, все резервы, которые должны были бить по Покровску, они кинули на Селидова, потому что взять его не смогли, так как хотели быстро. И потратили там слишком много, немножко подорвались. Логично было с их стороны использовать какие-то другие ходы, потому что сам по себе Покровскому с Мирноградом, это большая глоберация, порядка до войны там проживало 100 тысяч человек в этих двух городах, то есть большая жилая застройка, много промзон, взять их, это надорваться, это очень тяжело. И было бы логично, если бы они немножко изменили направление, куда-то на более стратегически выгодное, потому что стратегически Покровск с Мирноградом не дают ничего вообще. Рассуждение о том, что взять Покровск и можно идти на Днепр, на Запорожье, это бред для дилетантов, уровня диванных экспертов. Идти туда дальше, если есть чем, а им сейчас нечем. Можно и обойдя Покровск, взять его, ничегошеньки не решают. Тем не менее, их перегруппировка говорит о том, что все-таки они готовятся штурмовать или пробовать обойти именно Покровск с Мирноградом. Но обойти там тяжело. Достаточно большая агломерация. Так что будут убиваться, разбиваться в стенку об них. При этом они достаточно активные боевые действия ведут рядом на Курахово. В идеале хотят там сделать клещи. Ну и главная их цель стратегическая на Нонбассе остается, естественно, прорваться на риманском направлении, перерезать трассу Харьков-Славянск, бывшую Харьков-Ростов. Но это видно прекрасно по карте. Они это пробуют сделать упор на полгода, не получается их ничего. Мы прекрасно понимаем, что это ключевое направление, самое важное. И там работают, пожалуй, очень-очень боеспособные бригады, там тоже побратимы, с которыми я учился вместе, с которыми знаю, они там, ну, тримают, тримают очень надежно. Сейчас много информации поступает о том, что с юга, активизируясь на запорожском направлении, россияне, и это неким образом угрожает Кураховому. 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 Насколько вот такая тактика может оправдать себя у россиян? Там же проходит, если я не ошибаюсь, трасса Н-15, Донецк-Запорожье. Насколько она связана вот с обороной Курахова, и на нее, если я правильно понимаю, направлены основные усилия россиян, да? Донецк-Запорожье, трасса там проходит, она называется неофициально высоковольтная трасса. Чтобы вы понимали, это в чистом поле, прямая дорога асфальтовая вдоль высоковольтной линии электропередач. Что-то делать возле нее, двигаться по ней в современных условиях, когда летают дроны, когда летают снаряды, летают ракеты, это безумие. Поэтому я думаю, что активизация на Запорожьском фронте стратегически объяснена тем, что противник хочет любой ценой и явно куда-то спешит, хочет захватить максимум того, что они вписали в свою конституцию, а это Донецк и Запорожьи и Запорожьи области. И поэтому у них есть некоторые резервы на Запорожье, они там пытаются продвигаться, но там они не будут оттуда идти на Курахово, они оттуда будут, если что-то будет получаться, именно в направлении Запорожья. Но я не думаю, что у них что-то там получится, насколько я понимаю, там их ждут давно и там наши зарылись в землю настолько плотно и там рельеф такой, что штурмовые действия в Запорожской области, они были для нас в прошлом году, в июне, во время этого наступления, именно рельеф, минные поля, это было для нас ну просто невыносимо, очень тяжело. Сейчас это тяжело для противника. Поэтому, что в Запорожье они увязнут очень быстро, далеко не пойдут. Разговаривать о том, что они оттуда пойдут на Курахово, ну это перебор. Ну да, и есть информация, что предвосхищают силы обороны действия противника на юге, на Запорожском направлении, прилетает по расположению, по боекомплекту, по технике. Вы упомянули, да, Купинское направление, насколько сейчас велика угроза для Купинска, решатся ли россияне оскол форсировать, но имея вот те силы, которые сейчас там на данный момент. Или им нужно более обширный плацдарм, да, на левом берегу оскола? Угроза для Купинска действительно серьезная. Россияне там ведут очень жесткие бои. Форсировать оскол, я бы эту идею рассматривал, если бы мне кто-то объяснил, зачем? Вот зачем там форсировать оскол? Ну вот форсировали они, сделали плацдарм, его надо снабжать через реку. Это под ударами дронов, под ударами ракет. В современной войне 2024 года это очень-очень большая проблема и очень-очень большие потери. Любая переправа, даже временная, это отличная мишень. Любое перемещение по воде, ты голый в поле просто, ты для дрона подарок судьбы. Тем более, ты не будешь передвигаться в одиночку, ты что-то будешь с собой вести, это значит добыча уже жирней. Это тир. Поэтому я не вижу смысла захватывать плацдарм на другом берегу оскола, форсировать его. Выйти к осколу, да, взять тучу Скупенска, которая на том берегу, в этом логика есть. И закрепиться там плотно, потому что тогда форсировать придется нам, чтобы их выбивать. В этом я логику вижу. Форсировать оскол я не вижу зачем. 700 тысяч, такая цифра, сообщает Генштаб. Потерь российских и безвозвратных, и санитарных, и пропавших без вести, только за прошедшую неделю потери составили более 10 тысяч. Да, такое впечатление складывается, что мяса у Кремля много, но вот на самом деле мы уже как-то приводили статистику, что численность в пополняемых резервах у россиян не соответствует численности, которая ликвидирует силы обороны. Насколько это может долго продолжаться? Чем россияне компенсируют свои потери? Они чем? Они не могут их компенсировать. Они уже сами официально признают, что с начала лета они каждый месяц теряют больше, чем могут нанять на контракт, забрать из тюрем, собрать мусор по всему миру наемников. Это они признают. Я говорю, на самом деле не с начала лета, а с мая, с апреля при этих жестких штурмах на часовом яру в Торецке они уже уходили в минус. Сейчас мы имеем 10 тысяч за эту неделю, подтвержденных по некрологам в России, по прочим, 40 тысяч за октябрь. Группировка их при вторжении была, по-моему, 160-200 тысяч в 2022 году. Сейчас они эту группировку усилили, провели частичную мобилизацию, тюрьмы, контракты, все, что могли. Они эту группировку прокачали до 400-500 тысяч человек. 400-500 тысяч. В месяц мы отминусовали 40 тысяч. Десятую часть. Десятую часть того, что у них было. То есть математически их хватит на 10 месяцев тех, что есть. Понятно, что это очень условная математика, потому что они будут кого-то еще искать, кого-то нанимать, но приток небольшой. И повышение стоимости выплат по контракту ничего не решает, потому что если человек не захотел идти за 20 тысяч долларов на контракт, на войну, за 20 тысяч... На связи с нами Кирилл Сазонов. Опять проблема со связью. Понятно, почему. Кирилл, спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо вашим побратимам. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Всегда рады вас видеть на Фридом. Кирилл Сазонов, военнослужащий в ВСУ, журналист, политолог. Мы говорили о ситуации в Курской области и в целом на линии фронта. Главные события Украины и мира. Самые интересные аналитические обзоры от авторитетных спикеров на YouTube Фридом. Подпишитесь, чтобы быть в курсе событий.